Всем привет! С вами Purity совместно с порталом ASEHI.RU. Я продолжаю записывать серию обучающих видео. Напоминаю вам, что вы можете подписаться на мой канал в BIF YouTube, в YouTube, юзера АМАИСЕИНКОВ либо просто через Purity Poker в поиске. Также вы можете подписываться на мой Twitter, с Purity. Если не хотите пропускать свежие видео, то хочу сказать, что поблагодарить тех, кто подписывается на канал. Это очень приятно и помогает в его развитии. Мы прошли отметку в 2000 подписчиков. Сейчас уже больше, чем 2100 человек подписалось. Следующее видео бесплатное я запишу гарантированно, когда будет 2250 подписчиков. Так что не жалейте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам хотя бы одно видео понравилось, прямо сейчас поставьте лайк к этому видео. Это для вас не займет много времени, но для канала это большое дело. Сегодня я хотел бы провести разбор своей сессии, которую только что сыграл. Много спрашивают по поводу, как наживать по красной линии без шоудауна. Эту сессию я отыграл чуть более агрессивно, чем обычно я играю. И в принципе в ней можно рассмотреть все аспекты той игры, которая вам позволит, чтобы красная линия у вас шла вверх, синяя как придется, но красная покажет, насколько хорошо это по отношению к, скажем, более тайтовой игре. Ну, тот, кто посмотрит половину видео, увидит, наверное, только неудачные попытки блефов и так далее. Кто досмотрит видео до конца, тот увидит и победы. Соответственно, видео, я думаю, что будет из двух частей. Первая часть будет на YouTube, точно вторая. Возможно, только на Ishi, возможно, на YouTube я ее выложу чуть позже, просто где-то час у меня записана сессия, поэтому думаю, что на две половинки мы это разделим. Ну, не будем долго, долгую вводную часть, только я сел за столы, старался я играть как можно выше, чтобы вам было поинтересней. Тут будут 200 фунтов столы, 400 NL, 400 евро NL, по-моему, если мне память не изменяет, что-то типа такого. Поэтому смотрите и надеюсь, что-то для себя полезно извлечете. А что у нас, значит, происходит сейчас за столами? На первом столе с пятерками я дал 3-бет, мин 3-бет против шорт стека. В принципе, мне это больше нравится, чем колить при таком стекте по трэшу. Иногда он сфолдит, иногда он запушит, и, допустим, я, возможно, даже смогу заколить. Точно это можете посчитать уже сами, можно колить или нет, в зависимости от того, какой шорт. Ну и у меня будет инициатива бетов, если он меня заколит. Мин 3-бет, возможно, он будет колить достаточно широко. Ну и отличная ситуация, когда я попадаю в сет, я его всегда стекну. На втором столе я собираюсь 3-бетить. До этого я уже 3-бетил один раз. На пятом столе позитив бэлэнс открылся мин рейзом. Я с 6-4 защитился. На флопе, туз хай флопе сыграл. Чек колом. Можно ли здесь чек рейзить? Возможно. Я думаю, что такой вариант есть. Опять-таки, все будет зависеть от того, какой противник, как он сдается, способен он в лев 3-бетить или нет. В принципе, чек кол мне здесь тоже нравится. Ну, на этом поехали дальше. Цбет на первом столе. Тут маленький, как бы я обычно сделал. С, там, с эйром, скажем. С 6-4 на терне. Выходит, хорошая для меня карта. У меня теперь двусторонка. Девятка, конечно, такой достаточно тухлый аут, но, тем не менее, тут можно играть чек кол, можно играть через чек рейз. Думаю, что... По 6 хай я никогда не выиграю, поэтому мне тут надо где-то перехватывать инициативу. Но чек кол сыграть тоже будет неплохо. Ну, в том смысле, что именно по семерке. Но, в целом, конечно, если бы пришла бланковая карта, скажем, двойка треф, то, конечно, нам нужно было уже думать, как нам разыгрывать против его бета, скажем, в 33 доллара. Может быть, можно чек рейзить. Против некоторых можно чек фолдить, я думаю. С валетами парень меня заколил. Тут на таком флопе не так много я буду получать тут каких-то чек кол. Вообще, люди без позиции обычно не колют очень широко. Поэтому, конечно, ожидание... Если на таком флопе я получаю чек рейз, достаточно неприятно. Тем не менее, чекать бехайнд я не думаю, что правильно. Хотя это возможно. Против некоторых противников, которые вам очень усложняют жизнь. А против неизвестных я предпочитаю просто бетать, смотреть, что дальше произойдет. Если он сыграет маленький рейс, в зависимости от того, какой у него рейсится бета, может быть, можно валетов и сфолдить, потому что что он здесь чек рейзит. Люди обычно играют чек ков с восьмерками, с девятками, с десятками. Чек рейзит какие-то суты либо слоу плей с префлоп. Валет в этой ситуации достаточно маргинальный. Маргинальная рука, если он у нас чек рейзит. На пятом столе мы не улучшились, пришла дама и тут надо обязательно бетать, потому что мы иначе не выиграем. И у нашего противника могут быть руки типа 7х, 8х, 10х. Некоторые противники, если они играют на автопилоте или в высокий кредит доверия к вашим действиям, может быть, даже выкинут какую-нибудь там даму 2, даму 3, если она у них есть, дама, дама 2, червей какая-нибудь. Но, в принципе, даму и туза, конечно, тут не просто выбить, если парень считает, что вы минрейс очень широко будете уравнивать на префлопе. Парень тут меня заколил как раз по даму 2, поэтому, наверное, у меня в голове этой рукой была. С тузами я буквально там руку до этого 3-бетил этого же парня, он походу фишной, поэтому тут не обязательно делать 3-бет до 40, 36 достаточно, можно даже 32, я думаю, сделать. Мне не повезло, он сфордил. против некоторых противников вот колдаун позитив баланса на ривере очень плохой может быть, поэтому сами вы смотрите против кого вы это делаете. Скажем, против меня это, я думаю, окей, против более тайтовых игроков вполне возможно, что люди всегда будут чекать сами какие-то десятки 10x, 8x или даже там, скажем, дама x, если она у них была с флешдрона в лопе, соответственно, когда они бетают, это всегда лучше, чем дама 2. На пятом столе даму 10 можно было трибетить. Немножко по теме видео я поставлю видео на паузу и немножко расскажу основные концепции того, как выигрывать по красной линии и самые основные моменты, так скажем. Большинство людей не понимает, что означает высокая красная линия и как люди добиваются. Часть людей считает, что чтобы иметь высокую красную линию, надо много блефовать, проворачивать какие-то чекрейзы на ривере, и это скорее неправда. Ситуации, когда у вас будет плюсовая возможность для того, чтобы прочекрейзить противника, она возникает достаточно редко. Самые частые ситуации, которые опускают красную линию, это постановка блайндов и ваш фолт на них. Самые частые ситуации, которые поднимают красную линию, это когда вы стилите блайнды, либо когда вы стилите блайнды или трибетите и ставите цбет. Эти ситуации происходят значительно чаще эвэз с точки зрения как в среднем они поднимают красную линию, оно как раз является определяющим. Поэтому большинство тайтовых игроков, которые недостаточно часто стилят блайнды, но при этом сами ставят их всегда, потому что такие правила, красная линия идет вниз, синяя линия идет вверх, потому что в целом в среднем их рейндж с префлопа достаточно тайтовый. чтобы красная линия поднималась вверх, вам необходимо играть лузове и чаще заходить в игру для того, чтобы использовать какие-то возможности для того, чтобы выиграть деньги. Даже если вместо того, чтобы сфолдить вашу руку, вы зайдете с ней и покажете какой-то копеечный профит или даже ноль, для вас это будет все равно хорошо, потому что помимо профита, который принесет вам розыгрыш этой руки, вы еще начинаете смотреться лузове в этой ситуации. То есть скажем, вы можете стилить какую-нибудь там король 8 разномастная с кат-оффа, а можете ее не стилить, это никак на ваш винрейт не повлияет. Ну, не винрейт, а винрейт от розыгрыша этой руки, то есть розыгрыш на дистанции будет ноль. Но при этом вы начинаете смотреться лузове на кат-оффе и люди начинают играть исходя из вашей лузовости на этой позиции. Соответственно, все ваши вэли руки начинают получать больше вэли. Когда вы трибетите, если вы расширяете спектр вашего трибета, люди начинают вас чаще четыребетить. Если у вас получится трибетить какие-то дополнительные руки и показывать при этом профит ноль, вместо того, чтобы эти руки фолдить, для вас это будет значительно лучше, потому что все ваши тузы будут чаще получать четыре беты, соответственно, вы будете получать больше вэлию на ваши сильные руки, больше экшен. Соответственно, опять-таки, больше зарабатывать без вскрытия. Это основные концепции. То есть надо как можно чаще стараться заходить в игру, желательно, естественно, имея какой-то перевес, либо знание о том, как играет противник, либо имея руку, либо имея инициативу. Очень плохо пытаться заходить, не обладая информацией, пытаясь кого-то переиграть. Вылетела рука, это на втором столе я открывался против тейбл монстра. Open рейс достаточно стандартный, у него 53% олт СБ на ББ, поэтому не так много, не такой большой профит надо показывать на постфлопе, на флопе цбет, потому что два бэкдора и оверкарта выпадает от хорошей карты для меня добавила equity плюс скерри карта. Соответственно тут бета им терн и скорее бета им ривер. Просто для того, чтобы попытаться выбить какие-то 4x5x на терн невозможно убиваем руки типа туз-6, туз-2 такого плана руки. Если они конечно не будут рейзить нас. План на эту сессию был играть чуть агрессивнее, чуть больше трибетить, чем я это делаю в обычных сессиях. Пока ничего интересного не происходит. на третьем столе изолирует парень, который до этого ни разу не рейзил, поэтому я не стал его блеф трибетить. Вообще в принципе это неплохой спот для того, чтобы трибетнуть. Опять-таки исходя из нашего плана. Пока что ничего интересного. ну и плюс он фиш, то есть тут позитив баланс его про трибетил, дважды поставил цбет, он спросил два туза и как бы сфолдил. То есть вполне возможно, что он понимает трибет как нереальную силу, поэтому это будет на нас играть. Я посмотрел, как тут ребята выставились, выставились рейз, трибет, это с б на бб и пуш от парня. Ну тут короткий стэк, это стандартно все. Единственное, только сайзинг можно для себя сразу отметить, с каким сайзингом люди трибетят, мин трибет от мсс-ника с наци рукой. Думаю, что вряд ли он палится по этому сайзингу, поэтому на первом столе я посмотрел как тейбл монстр и как моя фолдят на сквиз, у них очень высокий фолд на сквиз, ну не очень высокий, 75%, это достаточно высокий, есть люди, у которых 80% фолд, в этой ситуации стандартной игрой возможно являлся бы кол, но я буду без позиций против двух регов и какой мой план на игру в такой ситуации, обычно у майи в этой ситуации может быть там рейндж из карманных пар, который будет играть на постфлопе, просто воруя мою эквити, когда у нее есть сет, и тейбл монстр опять-таки может оказывать на меня большое давление, потому что он у тг рейзер, соответственно я тут могу засквизить, выбить кучу рук типа король валет туз 10 такого плана, если он их не станет 4 бессить, конечно, но опять-таки мне кажется здесь сквиз очень плюсовый, я получаю колл от тейбл монстра, падает хороший для меня флоп, и тут нужно подумать, как получить максимум экшена от тейбл монстра, если я поставлю насколько часто я буду ставить этот флоп с сейером, и ожидаю ли я, что он блеф рейзит такие доски, будет блеф рейзить при таком стэк-то-бот рейшу, скажем, я поставлю 35, будет ли он делать в блеф 80 долларов, возможно, что не будет, потому что это сквиз банк, и он рискует очень существенной суммой денег, если бы это было, скажем, сб на бб, не сб на бб, а блайнд на баттон, и пот был бы меньше, я поставил бы цбет там какие-нибудь пам-пам-пам, 18 долларов, он бы перекрутил меня там до 40, скажем, это было бы одно дело, тут ему очень существенной суммой рисковать надо, поэтому я считаю, что я здесь получу бет от него значительно чаще, чем чем рейс моего цбета, поэтому я решаю, что я буду здесь его чек-рейзить, чек-кол мне, наверное, чуть меньше нравится, если бы у меня был стэк поменьше, возможно, чек-кол был бы чуть лучше, потому что чек-рейз бы там был чек-пушем, и я так никогда не блефую, соответственно, а чек-кол я, может быть, как-то могу маргинально сыграть, и все мои ауты, и семерка, и дама, возможно, про тейбл монстр будет эти карты блефовать, поэтому в принципе тут был бы стэк поменьше, можно было бы, наверное, зачек-колить, и если мы сыграем чек-чек, то, наверное, пушить на ривере в него, вне зависимости от того, улучшился я или нет. основные позиции, на которых стоит играть лузови, это, естественно, cut-off button, также вы можете смотреть, какой процент стила, success, success у стила со всех позиций, то есть, если вы играете какое-то поле, скажем, это 50 NL zoom, и в нем очень много тайтовых игроков, или там вы играете по утрам, очень много тайтовых игроков, соответственно, стилл success с UTG в среднем там, высокий, выше, чем, скажем, когда вы играете вечером, соответственно, вы можете позволить себе стилить шире, просто потому, что очень много дедмани вы будете забирать. Но, опять же, я не считаю, что нужно очень широко играть с ранней позиции, скорее, это просто как то, что вы можете делать время от времени, просто чуть лузовее играть с ранней позиции. На третьем, на четвертом столе выпала монотонная доска, и у меня топ-пара против потенциально фиша, соответственно, тут я не стал ставить мало, он меня с любой бубой заколит, поэтому тут просто бет много. Еще важный момент, касаемый сайзингов, и выигрыши без шоудауна. Если вы играете лузово, привыкайте к тому, что вам нужно будет много блефовать, и очень часто много блефовать означает то, что вы должны создавать ситуации для того, чтобы ваш блеф был успешен, а это возможно оказывать более сильное давление вы оказываете на противника, на маргинальные руки противника, когда пот больше. Соответственно, привыкайте ставить много, потому что обычно фолд от противника для вас это то, что вам нужно. Соответственно, если говорить о каком-то балансе, то вам нужно ставить много для того, чтобы противники фолдили, или раскачивать банк для того, чтобы увеличивать эффективность вашего цбета на поздних улицах. Вы, естественно, не рассчитываете на то, что вы будете просто ставить цбета, забирать банк. Вы будете использовать все ранауты доски, которые будут обеспечивать усиление вашего спектра, либо делать абсолютную силу руки вашего противника меньше. На первом столе стандартный 3-бет. Тут даже не играя лузова. Флоп не особенно связанный, поэтому всегда цбет. Будем дабл баррелить короля десятку. Дама туза естественно для вэлью. Тут повезло пришла дама. Здесь уже должно начинать работать то, что у меня сейчас 3-бет 29. То есть кредит доверия меньше возможно. Более лузовые колы. Почему я поставил 50 в банк 77? Тут нужно максимизировать ситуацию, когда он заколет нас и сфолдит на следующей улице. Тут дров, вагон, поэтому я жду, что с какими-то руками он здесь заколет и сфолдит. По допустим не знаю доезду какой-то масти. Такой вариант возможен. Поэтому плюс у него может быть дро, если он решит их не пушить здесь, то он сыграет с ними здесь кол и фолд не доехав. Соответственно я максимизирую свою вэлью с этих спотов. На самом деле я жду, что он какие-то сильные дрова запушит может быть даже слабые дрова запушит чтобы выбить меня с каких-нибудь туз король туз 10 и также он возможно запушит все готовые руки если он доехал в даму либо может быть даже руки типа туз валет потому что очень много дро у меня здесь могут быть всякие король 10 флеш дро 9 10 которые я естественно не выкину скорее всего если это будет там флеш дро стрит дро пока меня немного трибетят изолейчу по максимуму на третьем столе на втором столе я посмотрел на то что парень чекрейзит очень часто соответственно потенциально такую текстуру он может прочекрейзить соответственно я решаю что я моя рука недостаточно хороша чтобы играть там бет при бет у нее нет никаких блокеров илибо бет колл поэтому я лучше чек на бехайн попробую взять шоу даун туз 5 против фиша туз стандартный cбет у меня есть возможности для дабл баррела поэтому маленький цбет делать не надо противник фолдит отлично на втором столе просто берем шоу даун возможно противник положил нас тоже на какой-то шоу даун то что он не блефует это хорошо то что мы выиграли по тузу это отлично с семерками такой паровоз пошел я думаю что лучше всего заколить и отличный спот для того чтобы дончить потому что 4 противника рек скорее всего не будет собетить фиш будет колить широко поэтому тут легкий донг бет и мало делать опять-таки не надо потому что тут куча карт которые ухудшат доску на первом столе стандартный цбет получаю рейс очень малый рук на парне поэтому тут просто пас без эквити блеф трибетить нет смысла колить тоже нет смысла стройками решаю трибетнуть парня до этого он падал поэтому потенциально это хороший трибет если я заколю то так как это фиш реги будут склонно трибетить соответственно это для меня не самый плохой спот то есть фиш заколит я заколю и мы будем играть триве и у меня будет возможность флопнуть сет против троих и я буду играть в позиции но я предпочитаю эту ситуацию не отыгрывать а отыгрывать ситуацию когда я трибетчу и там начинаются бетить в спектр фиша тут парень поставил сразу аллин и как бы естественно с тройками тут делать нечем очень медленно мы идем по видео на шестом столе заколил опен рейс от парня в принципе можно было трибетить но дама девять неплохо играется на мой взгляд на постфлопе флоп только с бэкдорами бэкдор стрит дроп без бэкдор флэш дроп была бы двойкой губей я бы возможно рейзил так посмотрел как парень сдается вроде на цбет и плохо сдается то есть потенциально может быть и на рейз он сдается не важно много дабл баррелит поэтому решил сразу сдаться 10-9 парень широко открывается много 4-бетит мало фолдит на 3-бет поэтому просто колем пытаемся сыграть маленький банк 5-4 был бы побольше фолд на 3-бет у парня у майя то можно было бы 3-бет рассматривать так просто пас на втором столе парень чекнул behind на флопе обычно это какая-то готовая рука поэтому мои 10-9 тут скорее всего никогда не хороши ставить много на терни пушить ривер возможно вариант но опять-таки необязательно чекфолд на мой взгляд наиболее стандартная линия обычно если у него есть шелдаун вэля но лучше моего тут на выплавшем столе я заколил open race от парня обычно в такой ситуации люди сразу же жмут check behind автоматически мне это не очень нравится я предпочитаю поставить очень мало то есть 4 доллара он может очень широко заколить и плюс он может сыграть check raise потому что что такое 4 фунта соответственно если он сыграл check call обычно свою руку как шелдаун вэля рассматривает поэтому ставим просто побольше с король валет против фиша рейс для вэлью он нас колет 6-6-5 выпадает противника до этого был don't bet поэтому я считаю что это не обязательно сильная рука соответственно я буду рейс моя рука недостаточно сильная для того чтобы колить здесь обязательно нужно рейс много для того чтобы у вас было какое-то folding equity и вы отмыли часть аутов то есть если вы здесь сделаете рейс скажем типа как вы делали бцбет то есть у вас здесь король валет но вы изображаете двух тузов поэтому вы будете делать рейс 66 и вы получите кол от всего его спектра и без бэкдоров ничего хорошего из этого не выйдет банк будет очень большой какие ауты вам подошли непонятно соответственно здесь лучше просто дать большой рейс получить какие-то фолды на флопе уже и плюс гарантированно получить что там король туз даму вы можете блефовать всегда на терне то есть уже не будет такого что он сыграет бэт колл с каким-нибудь там рандомом что-нибудь типа там не знаю дама 7 а так он может просто там донг бэт с бэкдор там дама 7 треф после этого ну минрейс то надо заколить два бэкдора есть туз отличная карта для меня и эту карту надо ставить и ставить много это для протекта бэт и для блефа то есть я возможно заблефую какие-то руки его типа там две четверки и возможно он сыграет чекко с руками типа 8-7 либо бубовое дро которое хуже моего соответственно я чекну behind на ривере и возьму showdown против этих рук мало опять-таки тут тоже ставить не надо чтобы наша задача мы не будем блефовать ривер обычно то есть не хватает стека для того чтобы на ривере блефовать соответственно мы здесь поставим это будет последний блеф наш то есть не нужно здесь ставить 100 оставлять себе огрызок и при этом уменьшать количество там 5-4 которые он может сфолдить здесь на большой бет на шестом столе я отвлекся на пятый стол и не поставил цбет вообще это цбет стандартный доска отличная для цбета но парень к счастью чекнул на тернии и я решил блефовать здесь король валет на пятом столе восьмерка плохая карта король валет восьмерке уже будет реже выигрывать всякие 8-7 доехали и если он меня здесь заколил не исключен вариант что у него какие-то туз хай флэш дробили поэтому тут ну и стека нет поэтому тут всегда чек бехайн никогда не надо доблефовывать здесь мне не повезло и парень оказался туз 9 то есть вот та ситуация о которой я говорил то есть против этого парня возможно стоило еще больше рейзить его донгбет чтобы вот такие вот руки выбивать и их чтобы на тернии уже не было и можно было бы спокойно блефовать туза туз валет одномастный против мссника удвоившегося я буду просто колить и играть с ним постфлоп разномастный я бы трибетил на флопе просто кол бэкдоры бум закрылся стрит тут можно рейзить можно колить обычно мне кажется что кол слабее выглядит парень может вполне трибаррель достаточно широко прорейзить тоже можно было стек у него не очень удобный чтобы рейзить на ривере на его чек просто большой бет он может чекать две пары поэтому мало ставить не надо на третьем столе кол мин рейз от парня мин рейза от фишей вообще достаточно стрёмная штука здесь у меня есть оверкарта flash draw get shot поэтому я считаю что и парень ставит 17 долларов то есть это могут быть какие-то руки типа туз король и возможно своим рейзом я их если не выбью то по крайней мере у меня будет возможность взять бесплатную карту или короче розыгрыш пойдет уже по моему сценарию я мне кажется что своим рейзом смогу понять какая у меня рука чуть лучше и так как у меня очень много эквити на флопе я считаю что надо ставить надо рейзить много пытаясь выбить его туз хай он меня колет приходит король на самом деле тут не так много рук хуже которые теперь есть у моего противника то есть ну это наверное есть туз дама но это и все по сути остальные там туз 10 он возможно не будет меня колить король валет лучше меня туз король лучше меня короли лучше меня тузы лучше меня поэтому я думаю что тут не так много вэлю в том чтобы бетать на пятом столе противник поставил я заколил 3-way 3-way получился на флопе парень поставил как я понял c-bet я заколил фиш один фиш отвалился после этого парень чекнул тут в принципе можно бетать если парень не резящий то вы можете спокойно бетать для протекта можно чекать behind для того чтобы колить его бет на ривере обычно на третьем столе это очень стрёмный конечно бет и первым инстинктом у меня был сфолдить но я думаю что он может так играть какие-то сыты скажем сет валетов сет королей сет дам может быть и может быть может и глифовать кто его знает соответственно тут его мин рейс конечно говорит о том что его спектр сейчас сильные руки то есть это короли тузы туз король тузов у него конечно немерено в принципе знаю я его чуть лучше может быть можно и сфолдить было но так я думаю что девятку я не могу фолдить но тем не менее мой мой розыгрыш на терне мне понравился по этой причине по той причине что я правильно положил его на какую-то сильную руку по выходу короля что нету валюбета здесь у меня на пятом столе я просто сделал очень большой рейс потому что я не жду что парень сбросит флаж и я не думаю что тут много рук которые сыграют скажем много больше рук которые сыграют скажем там не знаю кол 70 долларов то есть если у него флаж я жду что он всегда меня будет колить здесь поэтому считаю что надо много рейзить не думаю что у него есть трипс или там фулл хаус на пятерках когда-либо с король девять потенциально можно было рейзить колить флоп 17 долларов эти на четвертом столе дамы валет с двумя бэкдорами можно чекрейтить можно чекколить на пятом столе я почему-то чекнул бехайнд я думаю что это стандартный цбет сейчас мне конечно чек бехайнд не нравится возможно тут причина этого было то что я играю достаточно много столов играл достаточно много столов 9 штук соответственно я думаю что цбет на король 6 3 это всегда надо ставить нет смысла чекать по вышедшему тузу можно было его и рейзить и играть скажем рейс фолд и по валету надо бетать и много ожидая получить кол с туза или короля король валет такого плана руки на третьем столе тоже интересный спот вообще обычно можно не ставить цбет на таком флопе можно поставить только цбет и сдаться скажем выбить какие-нибудь совершенно рандомные руки у фиша если он заколил обычно он будет колить как минимум 2 баррела поэтому по выходу пятерки для меня это еще один баррел и на бланковом ривере можно ставить еще один баррел плохие риверы для блефа это девятка десятка дама восьмерка валет плохим моментом является то что у меня нет эквити 3 аута всего соответственно выпавшего валета я думаю что не стоит блефовать время от времени я все-таки выиграю каких-нибудь там король 10 но это будет редко дам валет просто играет чек кол изображая какие-то карманные пары на ривере бету пытаясь выбить король хай туз хай если получится вылюбетил бы тоже где-то таким же сайзингом в целом туз 6 играя скажем тайтова я может быть вообще не цебетил бы не знаю ничего афиша так как было было решение играть лузовия обычного я решил поиграть лузову на шестом столе сейчас посмотрим экшен тут вроде все стандартно open race 3 бет 4 бет пуш кол король туз дама не самые лучшие позиции для такого пуша но тем не менее это вполне может быть плюсово в зависимости от того что они друг о друге думали на шестом столе тоже нормальный спот для того чтобы блеф 3 бетнуть дама валет на четвертом столе решил 3 бетнуть парня у него 75% фолд 6 6-3 защитил против фиша он 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 чекает тут всегда в него ставку буду дабл баррелить поэтому на флопе ставлю много даму валет решают сэбетить тут у него очень неудобный стэк для того чтобы ему он не может сыграть чек пуш и чек рейс его привяжет к банку поэтому я считаю что цбет тут лучше если б у него был другой стэк скажем 70 долларов я мог бы здесь чек behind потому что у парня очень простой чек пуш а так я не жду что он сыграет чек рейс скажем там 60 с какой другой типа туз 10 потому что у него будет будут реверс амплай тодз высокие не исключено конечно что он так сыграет чек рейс 40 но мне кажется это его подвязывает очень часто к банку поэтому я жду что это будет реже с каким то блефом поэтому думаю что цб от фол плюс его сыграть запушить на его 40 без ритсов на то что он может после 40 упасть мне кажется неправильно то есть если вы увидите что мссник играет минрейс фолд то вполне себе можно это делать с король 5 открылся против достаточно тайтого парня он заколил 10 8 попало достаточно неплохо в его спектр поэтому я предпочел такую доску вообще не цбетить не имея ничего ни пара ни дро ни надежды на победу на втором столе 5 7 по той же по тем же по той же причине что и 10 9 ранее я просто защищаю колом с король 5 может можно было прочекрейдить но опять таки рука совсем трешовая для этого проще всего просто сдаться на втором столе чекрейс кол ауина можно чек если парень часто дабл баррелит можно сыграть чек кол чек пуш по-любому терн сквиз против двух слабых игроков на пятом столе стандартин на флопе парень чекает легкий цубет 5-5 валет попасть тяжело есть два бэкдора есть оверкарта опять таки мало ставить не стоит на флопе я жду что он меня очень широко заколит любые туз хай и возможно просто две оверкарты возможно даже руки типа король 10 соответственно я тут просто два барреля и ожидаю что это будет плюсово второй баррел ожидаю что будет наиболее плюсовый здесь если я поставлю много жду что я выбью все туз хай все какие-то его рандомные флоты без позиции возможно под напрягу какие-то руки типа 6-6 но опять-таки не жду что он их очень часто выкинет и ривер блефовать такой точно не стоит он никогда не выкинет валета и возможно я сейчас выиграю каких-то флеш-дро две девятки тут не обыграть конечно тем не менее мои два баррела мне нравятся и мне два баррела нравятся больше чем скажем маленький бет маленький бет пуш на ривере потому что количество вот этих вот вторых покет пар которые у него могут быть их значительно меньше чем количество разномастных валет x которые могут быть у противника на шестом столе интересный спот на самом деле я не жду что противник противник что-то сбросит на флопе но на самом деле этих рук не очень много достаточно много я получу здесь колов у меня есть блокер на то что у противника сейчас две пары и я считаю что у противника будет много здесь рук типа король валет валет 10 такого плана какие-то туз 5 туз 4 на флопе и на терне я не жду что он выбросит слабого туза соответственно я решаю что я буду тут 3 баррелить наверное не стал бы 3 баррелить на ривере туза не стал бы трипл баррелить десятку потому что парень мог бы подумать что мы делим трефу в принципе можно баррелить не вижу моего противника много король или валет хай треф то есть валет хай треф это только что-то типа 9 10 9 9 10 10 валет валет 9 король валет может быть но ну да король валет тоже может быть соответственно этих комбо мне кажется не так много как просто туз х поэтому я не думаю что у моего противника много туз х разномастных поэтому вполне возможно что можно ставить было бы 3 баррел и по пике и по треф изображаю конечно я достаточно узко но я не думаю что противник найдет тут коллс туз 7 и мне кажется что их очень много у противника можно было бы еще конечно посмотреть как он на цбет издается туздама в таких позициях это парень достаточно тайтово сейчас сидел но я думаю что это все равно 4 бет коллить коллин или нет уже другой вопрос обычно надо коллить но мне кажется что очень много вэльев 4 бет я могу колл получить от хуже рук я могу фолт получить от рук с которыми с которыми были бы проблемы на постфлопе я без позиции буду играть на втором столе 9-7 во флоп 8-4-2 достаточно тяжело попасть то есть только в сет тут можно попасть я решил поставить двоих с двумя бэкдорами мне кажется что это было бы плюсово будет плюсово оба парня хорошо сдаются на цбеты мало чек рейзит рейзит цбета тоже мало поэтому я жду что просто они сыграют прямо и я получу необходимое количество фолдов несмотря на то что вы чтобы наживать по красной будете играть очень лузово не бойтесь цбетить то есть да ваш рейндж будет слабым достаточно на практически любой текстуре потому что концентрация там оверпар в вашем спектре куда меньше чем если вы играли там не знаю 17% скажем но тем не менее если вы посмотрите на флоп цбет success стат вы увидите что как бы вы не играли он будет приблизительно одинаковым у ваших цбетов то есть люди в основном играют по карте в том смысле что они не только там колят вас или рейзят когда у них есть рука но и они это делают только когда у них есть какое-то дро то есть если у них совсем ничего нет то они возможно сфолдят и частоты этих фолдов будет достаточно для того чтобы вам цбетить то есть не нужно если вы начинаете играть лузове на поздних позициях не нужно сушиться по цбетам с пятерками я 3бетнул парня и выпал не лучший для меня флоп я жду что парень тут будет очень часто меня колить то есть все его средние карты типа король дама такого плана руки король 10 дама 10 все естественно сильно попали поэтому я решил сдаваться но мне повезло и парень чекнул behind выпал туз это неплохая карта для меня чтобы просто попробовать бетнуть с точки зрения моих чекфолдов у меня было много туз хай поэтому я считаю что бет может быть плюсовый я поставил сразу же много точно так же как бы я ставил с туз король потому что у меня очень часто лучшая рука будет туз валет у моего противника он бы ставил на флопе туз 9 туз 8 будет редко соответственно если у него одна пара то я впереди осталось всего две улицы торгов на четвертом столе я заколил парня при флопе с дамой 9 ну так как он открывает 69 процентов на флопе сыграл кол выпал туз и в принципе я конечно мог здесь прорезить его бет потому что у него все еще много рук может быть я мог сыграть кол для того чтобы если бы он чекнет на ривере плифовать но я посмотрел на его continuation бет на терне 40 процентов и решил что он возможно будет ставить его достаточно тайтл и вообще туз король дама вполне возможно дали ему какую-то руку шоу даун вэлью соответственно он сейчас не пустой на третьем столе чекнул бехайн вторую пару заколил лид на терне с планом колить на ривере на ривере я улучшился не жду что он заколит часто мой рейс поэтому просто дал плоскоча парень сфорд на первом столе с одномастными бродвейными руками заколил на префлопе можно было поставить на флопе но я изображать буду очень узко поэтому я решил чекнуть бехайнд посмотреть что произойдет если все чекнут то я смогу изобразить спектр пошире то есть там я мог могу тут вполне чекать бехайнд каких-то слабых королей там король король валец скажем я могу не бетить не бетить потому что нету трех улиц вэля пришла десятка никто не поставил и я решил что настал мой час выбить просто какие-то мелкие карманки там туз хай возможно там туз шесть спокойно бы сфолдил еще пару минут и буду заканчивать эту часть и так уже достаточно большое видео получилось те кто не спит увидели наверное все поты которые я проигрывал а следующая часть будет где я их буду выигрывать с тройками решил заколить МССника так как он много много 4 бетит много 4 бетит да при этом при флоп рейс с ранних позиций мне там 15-16% на флопе решил играть на флопе решил играть кол тер немного добавил мне эквити и плюс я думаю что возможно скажем восьмерку я смогу блефовать на ривере выпала тройка она мне достаточно часто даст лучшую руку поэтому тут всегда бетать надо на его чек бетать я решил не очень много и бум я получил чек рейс сначала я хотел быстро заколить однако подумав я не вижу реально руку хуже с которыми он это сделает это вряд ли сет двоек скорее всего он бы с ним бетал сам это точно не тузуи это вряд ли какие-то восьмерки девятки то есть это нет соответственно это стрит я думаю и стрит только у меня здесь нету слабого спектра бета 42 поэтому несмотря на то что у меня все-таки доехал сет и противник изображает достаточно узко я все равно считаю что это фолд и пот отцы хорошие но это тяжелый фолд на шестом столе 6-3-3 я сыграл чек кол на флопе чек-чек на терне пришел валет не думаю что я выбью много рук много рук лучше то есть я могу здесь бетнуть попробовать попробовать выбить какие-нибудь там туз дама но опять-таки сколько этих рук не уверен что плюсово я несомненно выбью какое-то количество рук которые которые я бью и поэтому возможно бетать и возможно бетать мне здесь надо с точки зрения моего рейнджа но пока я не отыграл достаточного количества рук против этого конкретного парня за столом пока он не видел мои флоты и не видел что мой рейндж в этой ситуации может быть строго там чек-фолд я считаю что я могу эксплойтно играть и просто-напросто чекать какую-то руку которую по идее я должен бетать но при этом бет является чуть меньшим евэчем когда мы сыграем чек-чек и я выиграю там у каких-то здесь рук противника соответственно плюс я меньше качну диспу меньшего размера банк разыграю но вообще в принципе против компетентных противников в регулярных играх вам тут тяжело рассчитывать на то что когда что вам дадут с этой рукой доходить до вскрытия и выигрывать ну наверно на этом закончим как раз половина 32 минуты молодцы те кто досмотрел продолжайте играть в покер подписывайтесь на исхай естественно оставайтесь хорошими людьми смотрите следующую часть видео на исхай уже наверное сегодня можете посмотреть на ютуб канале возможно скоро посмотрите ее оставайтесь хорошими людьми с вами был Пурити до новых встреч пока пока